Субтитры сделал DimaTorzok Думаю, вы все знаете почему. У меня были некоторые проблемы с монитором, а в 720p я записывать не хотел, потому что вы сами видели, какое было мыло в предыдущей серии. Но сейчас у нас уже все хорошо, и мы можем наконец-то продолжать. Итак, на чем мы остановились? Если я не ошибаюсь, нас Гуль послал в этот монастырь, там какие-то бешеные фанатики, и они нас послали за какой-то пангой. Давайте вспомним, посмотрим, что у нас по заданиям. Прогулка с духами, добыть семена гигантской панги. Ну, этим мы сейчас и займемся. Итак, я так помню, нам нужно было довольно далеко переть. Ну да, через всю карту. Фиг знает, что тут находится. То ли какая-то вода, то ли какие-то леса. Ну а сейчас мы все через это пройдем. Итак, я немножко теряюсь уже в управлении. Давно не играл Fallout, но да ничего страшного. Итак, нам нужно направляться куда-то сюда. Давайте, немножко притопим. И посмотрим, что же нас будет ждать по дороге. Довольно темно, почти ничего не вижу. Давайте хотя бы подсветку включим. Хотя она не очень помогает. Но да ладно, с ней хотя бы будет немножко повеселее. Но палимся. Да и черт с ним. Так, вижу каких-то врагов на радаре. Но, не знаю, не знаю кто это и не знаю где они. Пока что не будем обращать на них внимания. И будем идти своей дорогой. Так, кто-то бежит. Это гуль. Это обычный болотный гуль. Ну таких мы быстро убиваем. А вот этот, наверное, будет посложнее. Это потрошитель, да? Так, я хочу стрелять в голову. Так, ну да. Этот уже будет более живучий. Так. Давайте попробуем его убить. Блин, какая у вас тут орала. Так, очки ваться должно быть достаточно. Нет. К сожалению, недостаточно. Да блин. Что же вас тут так много? Так, нужно убить потрошителя. Он сейчас самая главная проблема. Потому что он бьет больше всех. Хорошо, отлетел. Так. Пушку нужно сменить. А то это что-то не очень подходит. Так, еще гуль. Так, давай, раздупляйся. Поскорее бы уже Fallout 4. Там ватс должен быть намного-намного лучше, прикольнее. Там вообще замедление какое-то. Ладно, выйдет, узнаем. Fallout 4 я обязательно буду проходить. Так, давайте сменим пушку. А то что-то это как-то не очень против гулей. А я думаю, их, в принципе, еще будет довольно много. Итак, что же мы возьмем? Сейчас у нас Хейтс. Давайте побегаем с... Хм, я даже не знаю. Наплечный пулемет. Ну, тут патронов мало. Ну, давайте возьмем. Пока что потратим их. Зато он довольно скорострельный. И неплохо будет гасить гулей. Так, идем. Как? Там кто-то бомбанул. Так. Я надеюсь, это не мой пукан. Не намеки? Твою мать. Мне страшно. Ладно. Блин. Я немножко застрял в деревьях. Но ничего страшного. Блин, темно. Вообще ничего не видно. Может где-то здесь переждать до утра? Но сейчас... Твою мать, реально. Во что-то впиюсь? Или куда-то упаду? Даже этого не замечу. Кстати, этот пулемет выносит гули на ура. Что у него? Грязная вода? Да ладно. Она мне не нужна. Так, еще где-то. Убиваем. Эти простенькие. Правда, в упор. Они слишком близко подходят. Так. Мне показалось, что кто-то по мне стрелял. Кто тут стреляет? Что за фигня? Гуль не может стрелять. Так. Давай, подойди сюда. Сейчас мы с тобой разберемся. Роботы. Понятно. Что тут за были роботы? Вообще, какого хрена в этих болотах делают роботы? Их же не должно здесь быть. Это игра неправильная. Уходим отсюда. Блин, там я слышу ракеты. Не-не-не-не. С вами сражаться я не буду. Это слишком. Давайте, кстати, похилимся. Так, у нас там, кстати, на двоечку вроде симулятор был. Нет. К сожалению, нужно хилиться отсюда. Так, где там стимуляторы? Давайте парочку используем. Вот как-то так. Мы вроде отстали, роботы. Хотя, еще какие-то звуки выстрелов слышны. Нам там еще, кстати, долго идти. А то я чувствую, прогулочка будет веселой. Потому что точек красных довольно много. Так, охотник. Раньше я не встречался с охотниками. Попробуем их как-то обойти. Да, блин, роботы. Хотя, возможно, они с охотниками как раз-таки и воюют. И меня, возможно, они даже и не видят. Ладно. Мы за это время потихонечку пробежим. Вот так. Блин, очень темно. Почти ничего не видно. Кстати, здесь можно переждать? Рядом находятся враги. Это плохо. Я бы хотел дождаться утра. Все-таки утром будет видно побольше. Потому что я ничего не... Что это? Твою мать! Костоломы. Вот я их, кстати, и не увидел. Я ничего не вижу. Так YouTube еще это все сделает еще темнее. Так что вы, гряд ли, тоже что-то будете видеть. Так, там гуль смогу. Да. Это потрошитель. Причем целых два. Ладно. Попробуем с ними расправиться. Умирай, пожалуйста. Хорошо, один умер. Со вторым тоже сейчас справимся. Так, блин, перезарядочка. Гуль, погоди. Вот теперь можно. Так, там автостимулятор использовала хорошо. Подлечиться никогда не будет лишним. Так, гуль готов. 11 патронов. Нужно менять. Нужно менять пулемет. Блин, жалко. Потому что с ним было бы очень хорошо тут это все дело проходить. А так, я даже не знаю. Блин, вроде бы столько оружия. Да, полезного ничего. Давайте таинственный дракон. Ладно. Он не сильно дамажный, но все-таки автомат. Так, я там видел какой-то дом. Стоп, 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 стоп. Где это было? Я немножко потерялся. Вон туда. Возможно, в доме переждем. И тут, кстати, еще один костолом. Дорого нужно убить. Даже не костолом, это костогрыз. Костолом и костогрызы. Куда я попал? Кто вы такие? Что вам от меня надо? Я всего лишь иду за семенами. Оставьте меня в покое. Так, плод дикой панги. Хм, возьмем. Возьмем пригодиться. Так, идем к тому дому. Этот дом меня явно заинтересовал. Там, правда, нужно двигаться куда-то туда. Но в домике хотелось бы переждать. Возможно, там есть кровать. Поспим. Было бы хорошо. Лачуга траппера. Кто такой траппер? Так, тут охотник. Еще где-то есть, я так понимаю, костолом. Ладно, давайте будем сражаться. Вот и костолом. Хорошо, он готов. И охотник, наверное, будет посложнее. Давайте проверим. Какой это у нас? Ну, я бы не сказал, что он довольно сильный. Отлетел довольно быстро. От моего дракоши. Так, тихо, робот. Робота мне точно сейчас не нужно. Давай, гаси по нему. Ну да, против роботов эта пушка вообще никакая. Блин, там еще и костолом прибежал. Ладно. Давайте сначала убьем врагов поменьше. А потом уже будем с техникой работать. Так, робот. В голову. Попадаю неплохо. Попадаю неплохо, сношу ничего. Блин, я уже пробую контролировать свой зажим, как в CSGO. Но это Fallout, тут отдачи такой нет. Так что тут все попроще. Так, робот, давай, иди сюда. Желательно стрелять в голову. Может, убью? Давай, крит. Блин, мне повезло. А, надо добьем. Хорошо. Фу, с этим справились. Так, что там у робота было хорошего? У робота гранатометные выстрелы. Они мне пригодятся. Заряды тоже возьмем. Да и больше такого ничего. Хорошо. Что здесь у нас? Так. Погреб. В погреб зайдем потом. Что здесь у нас за лачуга? Я хочу ее проверить. Хочу ее проверить. Хочу в нее зайти. Вот у нас и вход. Так. Ружье густвольное. Патроны. Патроны возьмем. Ружье нафиг не нужно. Так, стоп. Вот дверь. Ну что же, проверим, что тут у нас находится. Так. Какие-то клетки. Скелеты. Хм, здесь явно кого-то держали. Блин, долбанные психопаты. Лана, ты где? Твою мать. Ты меня напугал. Ладно. Больше этого делать не будешь. Потому что больше у тебя нет головы. Так, что у него с собой было? Человечина. Ну понятно, очередные каннибалы. Водочки возьмем. Человечину сам жри. Скотина. Так. Может что у них тут попрятано хорошее? Вот дикой панги возьмем. Остальное не нужно. Так, костыль. Ну, вроде больше ничего такого. Запальник, топорик, винт возьмем. Медвежьи капканы. Ловушки, наверное, расставляли на людей. Сволочи. Так. Что это вообще такое? Какие-то куклы вуду. Блин, чем вы тут занимаетесь? В холодильнике, я так понимаю... Хм, я ожидал здесь увидеть человеческое мясо. Странно, что его там нет. Замечательно. Куча жестянок. Так, ладно. У вас есть диванчик, а кроватка есть, чтобы переспать. Хотя я не очень хочу тут спать. Потому что место не самое лучшее. Ну да ладно, давайте дождемся утра. Так. Ну, примерно часиков 12 подождем. Дождемся утра. И уже с утвичка двинемся на рассвете. Я думаю, так будет получше. Нужно еще закурить. То, если не закурить, то серия Фоллаута не удастся. Так. Одну секундочку. Черт, побери. Ладно. Используй спички. Отлично. Вот, теперь можно идти в путь. Так. Выходим. Ну да, так уже намного посветлее. Так хотя бы что-то видно. Видно, куда мы идем. Так. Нам нужно идти в эту сторону. Давайте двинемся. Двинемся за этой пангой. Блин, в кусты не могу пролезть. Так. Тут у нас водичка. Блин, никаких врагов не видно. Водичка, кстати, радиоактивная. Панга. Пангу брать пока что не будем. Так, 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 так. Главное, чтобы сейчас никого жесткого не было. А то я не очень готов к серьезным сражениям. Оружие совсем не то. Но да ладно. Если придется, то я готов. Так, что-то довольно тихо. Хм. Ладно. Мы уже почти у цели. Интересно, что же нас там ждет? Кроме этих семян. Я не думаю, что это все будет так просто. Так. Дутни. Ну, дутни это не очень сложно. Это всего лишь обычные большие мухи. Вот так. С ними у нас разговор короткий. Так. Что у нас тут? Вход на святое болото. То есть болото еще может быть святым. Окей. Посмотрим еще что там такого святого. Так. Стимулятор. Радыкс. Пакет крови. Очищенная вода. Пригодится все. Мешочек. Отсюда тоже возьмем все. Блин. Не привык я еще к новой клавиатуре. Очень сильно путаюсь иногда в клавишах. Ну да ладно. Идем. Посмотрим, что это за болото. Так. Ну это не болото. Это скорее какая-то пещера. Так. Хм. Пока что никого. Что-то все это мне не нравится. Надеюсь, ловушек тут не расставили. Не хотелось бы жопой в капкан угодить. Так. Вроде выбрались. Но я так понимаю, это уже как раз и есть святое болото. И кто тут на этом святом болоте будет на нас нападать? Болотники? Хм. Как это символично. Даже не болотники, а водяные. Попробуем снести ему башку отсюда. Что-то он такой стоит. Посады не норм. Они там что, между собой дерутся? Хм. Давайте понаблюдаем. Это прикольно. Делайте ваши ставки, господа. Я думаю, выиграет болотник, что справа. Давай, чувак. Я на тебя поставил. Я на тебя поставил. Ты должен... Сука, я, кажется, его застрелил. Ладно. Блин, я же стрелал в этого. Окей. Так. Давай, водяной. Подыхай. Так. Еще кто-то третий был. Третий куда-то, кажется, спрятался под воду. Так. Где третий? Третий уплыл? Окей. Хотя, возможно, блин. Возможно, в этом всем есть очень глубокий смысл. Это два болотника самца дрались за болотника самку. Возможно, это именно так происходило. И мы только что разрушили целую семью. У них могли быть маленькие болотнички. Ладно, не будем над этим заморачиваться. Кстати, вот как раз таки яйца. То, о чем я и говорил. Так. Куда мне идти дальше? Что-то я пока нормальных проходов не вижу. Только куча яиц. Кого-то сожрали. Это, кажется, был барашек. Ладно, пойдем по этой, по речке. Может, куда-то придем через эти заросли. Тут, я так понимаю, тоже будут болотники. Вот он. Вот один из них. Так, еще слева бежит. Это даже не болотник. Какая-то фигня. А, вот, блин, я их перепутал. Вот это болотники. Это болотники, это водяные. Окей. Давно я не играл в Fallout. Уже забыл, где какие существа. Окей. Ладно. Будем вспоминать. Местная флора и фауна нас просветит. Так. Ну, идем по тропинке. Хотя, я вижу, мы совсем не в ту сторону идем. Я так понимаю, нужно как-то обходными путями. Замечательно. О, там кого-то сожрали. Какая-то женщина. Контрабандистка. Окей. Заберем у нее гранаты. И, в принципе, больше ничего. Так, а вообще у водяных что у нас? Мясо болотника. Так вы водяные или вы болотники? Вы, блин, определитесь. А то я хрен знает, что вы такое. Ладно. Это не важно. Более важно сейчас так. Что это? Он... Он мертвый? Вроде когда. Это как-то стоит подозрительно. Так, капканы. Я не хочу в них попадать. Обезвредить. Я не хочу, чтобы моя срака попала в один из них. Хорошо. Можем двигаться дальше. Какие же ловушки еще нас тут ждут? Ну, судя по этим куклам, все будет довольно печально. Так, опять дерутся болотники. Давайте. Еще и водяной пришел. Ладно, поможем им. Минус один. Так, водяной. Жди. Сейчас и тебе будет. Немножко угощения в виде свинца. Добивает. Супер. Идем дальше. Так, вроде больше нет тварей. Так, маркер показывает сюда. Будем двигаться. Так, тут подъема нигде нет. Вроде бы нет. Давайте попробуем сейчас где-то здесь вылезти. Правда, местность не самая лучшая, но я могу. Твою мать. Восстань ты оружие. С ближнего расстояния они, в принципе, довольно быстро убираются. Это хорошо. Так, нам сюда. Нам сюда. И, я так понимаю, здесь опять по ладе. Так, вы будете драться? Да, они тоже дерутся. Блин, какие-то баталии тут происходят между ними. Это довольно странно. Из-за чего это все? Так, ладно, не будем делать ставок. Просто их нахер им убьем. Так. Идем готов. Блин, опять я пытаюсь контролировать стрельбу. Черт побегу. Надо запомнить. Fallout нет отдачи. Это не Counter-Strike. Так, ладно, пофиг. Идем. Пофиг, как я стреляю. Главное, что убиваю. Так. Нам дальше сюда. Блин, эти огни почему-то меня пугают. Что это? Что это за огромная панга? Семена, стручки панги. Ну, давайте возьмем. Я за ними сюда пришел? Что-то мне плохо. Меня никто не предупреждал, что они ядовитые. Мать ваша. Так, я живой или... Ну, вроде живой. Так. Я их подобрал или нет? Плодимай. Что происходит? Так. Вы не можете найти больше ни одного стручка. Ну, кажется, я их подобрал. А что случилось? Почему? Не понял. Почему тут стоит фигурка в Олдбоя? Ладно. Подойдем. Пупс Интеллект. Окей. Вы нашли коллекционного пупса Шмолтек. Надпись на постаменте гласит. Тю-тю-тю. Ну вот опять сели в лужу. А говорят, глупее уже некуда. Что это такое? Я так понимаю... Это были необычные семена. И в них было какое-то вещество, да? Я упоролся! Как это символично для этой игры. Опять вижу, кстати, пупса. Давайте пойдем заберем. Вот да. Сейчас, наверное, будет какая-то наркомания. Пупсила Шмолтек. Надпись на постаменте гласит. Как кулаками не воши, они тебя отсюда не вытащат. Это грустно. Потому что я уже хочу отсюда выбраться. Хотя, нет, наркомания-то весело. Ладно. Посмотрим, что нас ждет дальше. Еще один пупс. Ой, что-то вообще все розово стало. Так. Выносливость. Надпись на постаменте гласит. Одну ягодку беру, на другую смотрю, третью примечаю, четвертый траванулся. Мне кажется, тут так не слабо уже траванулся. Ладно. Окей. Что это? Это нельзя убить. Что они пилят? Давайте посмотрим. Ну, я так понимаю, они только что что-то пилили. Зачем это делать, я не знаю. Так, ладно. Идем дальше. Ай! Больно же. Хотя нет, мне не больно. Не больно, но страшно. Что? Что это взрывается? Кто сюда гранат накидал? Это какие-то петарды? Давай, взрываемся. Что ж ты не взрываешься? Скотина. Кстати, пупс. Твою мать. Они что-то говорят? Тихо, я слышу гулей. Невидимый гуль! Убивать! Блин. Я слишком сильно упоролся. Так, что у нас тут? Написк на постаменте гласит. Забавно, стоит тебе подобраться к чему-нибудь поближе, когда быча ускользает прямо из носа. Твою мать, гуль! Так, но это уже становится не так смешно. Потому что, мне, реально уже ссыкотно. Хватит превращать Fallout в хоррор. Короче, это... Ладно, уходим отсюда побыстрее. А то, мне кажется, мой мозг этого не вынесет. Нам хотя бы сюда. Так. Кажется, сюда. Пупс, восприятие. Надпись на постаменте гласит. Господи, что ты смотришь на меня, как у давно ёжика? Да. Стоп. Я только что понял, что мир перевернулся. Какого хрена? Что тут происходит? Выпустите меня отсюда. Блин, это не смешно. Тут уже всё нормально. Что? Они что-то... Зашивают? Зачем вы зашиваете землю? Боже мой. Хватит из меня этого. Что это? Это огромная башня. Окей. Будем идти, наверное, к ней. Так, ещё один пупс. Ой, заберите меня отсюда, пожалуйста. Мама. Отлично. Отлично, я мама. Пупс на харизму. Надпись на постаменте гласит. Фи, если бы мой ребёнок был на тебя похож, я бы тоже его бросила. Как это жестоко. Сволочи, у вас нет сердца. Я так понимаю, это у нас какие-то, наверное, воспоминания из третьего Фоллаута. А то, я так понимаю, именно там у нас мать умерла при родах. И тут как это символично как-то передаётся. Хрен знает. Что это? Мёртвый поселенец. Он исчез. Окей. Ещё один. Санни Смайлз. Санни? Санни, какого хрена ты тут делаешь? Санни, отправляйся назад. Где ты там была? Я уже не помню. Забей Пит. Ты тоже отправляйся туда же. Эм, Спринг, Спринг. Гуд Спрингс, вот. Труди, и ты, и ты оттуда же. Вашу мать, что тут делают люди из Гуд Спрингса? Ядерная бомба. Эм, Пупс. Ещё один. Ладно. Что это за Пупс? Пупс, удача. Надпись на постаменте гласит. Мама умерла, сиротку бросили в радиоактивных пустошах. Единственные друзья тараканы да скорпионы. Похоже, Фортуна обошла тебя стороной. Как это смешно. Эм, блин, я тебя знаю. Ты чувак из третьей части. Ты хотел взорвать мегатонну. Вроде бы ты, да? А это та самая бомба. Поздравляю, мать мой. Точно. Ты прорвёшься, и всё, наконец, будет хорошо. Да, только ты с другой игры. Это тебя не смущает? А-а-а! Окей, он меня взорвал. Я понял. Хорошо. Так. Я живой. Я выбрался. Похоже на то. Меня радостно встречают два дутня. Спасибо, что вы пришли меня встретить. Но я как-то откажусь от вашей компании. И посмотрю, что там у нас по заданиям творится. А то это было очень упорото. Так, задание. Прогулка с духами. Вернуться в собор. Давайте вернёмся и спросим, что это такое было. Блин, рядом находятся враги. Ну, конечно же. Давайте зачистим. Так, опять дутни. Умри, дутень. Нехороший дутень. Так. Кто ещё? Это в этой стороне. Давайте с ними ещё разберёмся, чтобы они нам не мешали пропутешествовать. Так. Охотник, да? Качок. Да ладно. Ты качок? Ты качаешься? У тебя есть бусыпсы? Ладно. С тобой мы сейчас быстро разберёмся. Какой-то ты неправильный качок. Так. Давайте его добьём. Хорошо. Какой-то ты жирный для качка. Именно. Так. Ещё кто? Но я больше никого не вижу. Так. Давайте попробуем пропутешествовать. Вот. Замечательно работает. Враги далеко от меня. Я могу переместиться. Так. Вот и собор. Давайте скажем, что вы доставили им эти семена. В нашем племени тебе рады. Эм, окей. То есть я могу войти, да? Ты кто? Воистину. Мать Панга не спасла тебе мудрость. И разум твой был открыт. Я бы сказал, что это была наркомания. Скорее, чем мудрость. Я упоролся. Но ладно. Что со мной случилось? Почему так болит голова? Ты просто ощущаешь, как сознание стремится раскрыться на полную силу. Это чувство отсутствия границ. Предела нет. О да, хоть на теле и останутся шрамы от обряда. Твоя душа навеки окрепла от этого опыта. Добро пожаловать в наш собор. Заходи, о просветлённый брат. Эм, добавлена способность сила Панги. Теперь поедание плодов Панги приносит больше пользы. Я не понял. Он только что говорил про какой-то обряд и какие-то шрамы. Вы что, меня резали? Или что? Я вот сейчас тут ахрен просто всех переубиваю. Во что верит племя? Давайте, фанатики, выкладывайте всё на чистоту. Мы проповедуем всемогущую власть совершенного разума и отрицание тлетворного влияния физического мира. Физический мир уничтожен. Он несовершенен. Мы стремимся освободить наш разум из гниющей клети и обрести лучший мир. То есть вы ненормальные. Ну, я это уже понял. Кто вожак? Вожак? Это стало быть Джексон, очень мудрый человек. Он уединился в своей пещере причастия, чтобы созерцать там непостижимое. Только самым праведным и верным известно, где находится его обитель постижения. И, увы, меня нет в числе этих блаженных. Я праведный и верный. Я жрал вашу пангу. Где я могу найти Джексона? Увы, только достойный может войти в его обитель медитации. Он не счёл нужным посвятить меня. Сука, он меня посвятит. Давайте уже побыстрее. Зачем вы напали на особняк? Самому просвещенному из нас открылось, что судьбе угодно, дабы особняк был сожжён дотла. Окей. Как тебе удалось тут вырастить так много панги? Это дар от самой Земли. В знак того, что мы достигли равновесия с природой и высшими планами. Она ощущает, что мы ищем освобождение от тлетворного влияния физического мира. И поощряет наши стремления. То, что вы двинулись головой, это вообще... Благослови тебя, Господь! ...вообще никого не интересует. Ну да ладно. Так, нам нужно куда-то сюда. Давайте пойдём в собор, посмотрим, что мы там сможем узнать. Я хочу с их вожаком поговорить. Так, блин, у вас тут довольно... Хотелось сказать красиво, но нет. Хотя много панги. Это весело. Так. Лесная роза. Кратоа. Что с вами? Вы... Вы упоролись, да? Точно так же, как я там? Окей. Бывает. Дикарь обычный. Ты кто? Надин! Блин, Надин, мы же тебя должны были искать, да? Кажется, её мать нас посылала. Похоже, в племени ещё один новичок. И ты даже можешь складывать слова в предложение. Тебе повезло. Что значит повезло? Приятно встретить кого-то вменяемого, но я не уверен, что она вменяемая. Так что... Что значит повезло? Ты ещё помнишь своё имя? Математику? Как твоя память? После возвращения у меня были провалы в памяти. Всё, что я помню, белый свет и голоса. Бред, да? Ты не пускаешь слюни, так что ты в порядке. Остальным не так повезло, когда им раскроили башку. Раскроили башку? Ну, окей. Так, два плюс два, пять. Земля держится на трёх слонах. Ну, вроде всё со мной хорошо. Так, раскроили башку. Ты о чём вообще говоришь? Ты точно нормально себя чувствуешь? Пощупай шрам у себя на голове. Он появляется у всех после похода в эту трясину. Ну, знаешь, последний этап обряда. После того, как ты вырубаешься, один типчик приносит тебя обратно, скрывает тебе череп и освобождает твой разум. А потом он вырезает тебе кусочек мозга. Считается, что это та часть, которая сдерживает тебя. Но только это не всегда работает, как задуманно. В любом случае, ты выглядишь живенько. Добро пожаловать в племя. Меня зовут Надин. Я, кажется, понял, что это были заглюки, когда была пила и нитки. Это, мне кажется, башку вскрывали, да? В общем, я ничего не знаю. Верните мой мозг. А то я сейчас тут всех нахрен перевалю. Так, ладно, где я могу найти Джексона? Мне нужен этот подонок. Я хочу у него узнать ответы на мои вопросы. Думаю, удалился в свою волшебную пещеру для размышлений. Нам не позволено знать, где это. Он говорит, мы недостаточно просветлены, чтобы понять. Как же меня все это бесит. Мне казалось, что здесь меня ждут магия и наркотики. А оказалась та же чушь, что и везде. Наверное, потому я и проследила за Джексоном до его дурацкой пещеры. Отлично. То есть ты хочешь магию и наркотики, да? Пошли, я отведу тебя к большой панге. Знаешь, как там штырит? Так, ладно, мне нужно знать, где он. Да, без проблем. Почему бы и нет? Я все равно собираюсь линять отсюда. Тем более, если ты собираешься устроить неприятности Джексону. Его пещера под собором, но ее непросто найти. Возьми этот ключ, чтобы попасть на разбитый корабль у Восточного Утеса. Когда найдешь старого дурака, скажи ему спасибо за всю пангу, что я смогла стащить. Окей, надо себе тоже спи***ть у них побольше панги. Кстати, Надин, твоя мать ищет тебя. Слушай, я не то чтобы не хочу возвращаться домой. В смысле, я люблю мою маму, хоть от злости на нее иногда аж зубы сводит. Просто понимаешь, я приехала сюда попытать счастье. Кем-то стать, что-то с собой привести, когда я вернусь. Если снова увидишь маму, передай ей, что я рано или поздно обязательно вернусь. Просто не сейчас. Окей, так, кстати, ты можешь помочь мне избавиться от шрамок? Я его еще не видел, но, блин, я уверен, что он некрасивый. Тебе повезло, вряд ли следы останутся. Шрам скоро сам сойдет, череп будет как новенький. Конечно, мозгов будет немного не хватать, но они тебе все равно были не нужны. Э, женщина, как ты нужны? Мы будем наводить марафет. Ну да ладно, шрам удалено, замечательно. Так кто мне башку раскроил? Все пока еще немного в тумане, но у меня есть пара идей. Я схожу, разведаю тут кое-что. Посмотрим, может, чего и узнаю. Увидимся у лодки через день-другой. Возможно, я что-нибудь тебе расскажу. Окей, обязательно узнай, потому что я хочу этому говняку немножко тоже в череп всадить свинца. Зачем вы напали на особняк? Опа-опа-опа! Это все Джексон со своими завиральными идеями. Я-то своей шкурой рисковать не стану. В прошлый раз, когда я слишком близко подошла к тому особняку, какой-то старый гуль спустил на меня собак. Да пошло оно! Хм-хм-хм-хм, гуль крутой. Ладно, до свидания. Ага, хватит трепаться. Пошли. У меня есть дела поважнее. Я теперь знаю, где этот их лидер. И у них есть панга, которая будет моя. Всю пангу сопру! Не оставлю ничего. Стащить всю пангу. О да. Так, ладно, я думаю, немножко мы ее наставим. Ну что, у нас сейчас инвентарь переполнится. Спасибо. Мир тебе. Вы упоротые. Я не хочу с вами говорить. Я хочу отсюда убраться. Так. У нас, кстати, опять темно. Блин, тут когда темно, вообще нихрена не видно. Так что будем ждать. Будем ждать до утра. Часиков 13. Как раз должно посветлеть. Да, уже святает. Замечательно. Ну что же. Идем, идем. Какому-то кораблено, говорил, нужно идти. Давайте посмотрим на карте, где это. Опять через всю карту пилить. Хотя, стоп. Мне сейчас вообще нужно гулю. Не знаю почему. Посмотрим по заданиям. Шепчущие голоса. Вернуться к Дезмонду и рассказать ему, что удалось узнать. Ладно, пойдем к нему. Пойдем к нему, расскажем, какие тут они все долбанутые на голову. Так, быстренько бежим. Надеюсь, гуль все еще там. Вместе к Келверт. Так, Дезмонд. Да, ты все еще здесь. Давай поговорим. Племя уже приняло тебя? Да, приняли. Я знаю, где прячется их вожак. Эти идиоты приняли меня с распростертыми объятиями. Я знаю, где скрывается их вожак. Отличная работа. Если, конечно, прокрасться на базу идиотов считается работой. Что, нельзя было выследить их главаря и выжать из него сведения? Не надо ко мне все время бегать докладываться. Найди его и выясни, что ему здесь надо. Тупица. Ну, за тупицу я тебе сейчас твою гульскую жопу разрежу. Ну да ладно. Я и сам думаю, почему бы сразу же не сбегать туда? А ты сколько танцуй! Так, добыть дополнительную информацию о вожаке. Вообще, что там нам нужно? Кто-то на улице что-то пилит. Ладно, надеюсь, вас эти звуки не смущают. Так, куда нам нужно идти? Да, мать вашу! Вот, кстати, разбившееся судно. Опять через всю карту. Спасибо, Фалал, что у тебя есть быстрые перемещения. Как я это люблю. Так, быстренько сюда. А то сейчас бы пришлось бегать взад-вперед часами. Была бы вообще грусть-печалька. Но да ладно, хотя бы так. Хорошо. Так, и нам куда-то сюда. Где-то там у нас это разбившееся судно. Посмотрим, что мы там сможем найти. Я так понимаю, откуда-то оттуда будет проход. К этому самому главарю. Ну что же, пойдем встретимся с ним, твою мать. Главное не убиться. Так, где это судно? Сейчас, сейчас найдем. Так, аккуратненько. Блин, я вижу на карте какие-то враги. Ну да ладно. Так, стоп. Почему мне сейчас показывают сюда, я не понял. Ну, то есть у нас здесь какой-то вход в пещеру или как? А, вот оно, блин. Вот это лодка. Разбившееся судно. Так, люк. Хм, хорошо, у нас есть ключ. Пойдем, пойдем, посмотрим. Так, да, какая-то пещера, действительно. Здесь какие-то враги поблизости. Ладно. Я думаю, в бой сейчас вступать не будем. Хотя, скорее всего, это водяные. Ну и черт с ними. Мне нужен главарь этой всей бабуини. Нужно с ним поговорить. Немножко ускоримся. Так, блин, саперся в какой-то пещере. Хрен знает где. И хрен знает зачем. Так, нам сюда. Ну, что-то пока... На нас никто не нападает. Это довольно хорошо. Так, тихо. Там что-то есть наверху. Какие-то... Не понял. Это что, гробы? Контейнер. Ну да, замечательный контейнер. Зато тут панга есть. Да, наконец-то! Смотри, вбахай! Десмонт убрёт! Не нужно так пугать, ребят. И наша долгая борьба совершится так, как должна. Моей победой! Блин, удочка. Я прочитал удочка. Окей, я помешался. И послушайте в мир свои знания сквозь астральные планы для всех, кто достаточно мудр, чтобы принять их. Что тут происходит? Нет, не высшее знание, простофиля. Психическое доминирование. Это станет возможным лишь, когда будет уничтожена глушилка Десмонта. Не беспокойся, просветлённый. Мы заново осветим особняк и уберём все нечистоты, мешающие твоему совершенному учению. Ну ладно, уничтожайте особняк и эти ваши нечистоты. Просто вырубите эту глушилку, и я, наконец-то, избавлюсь от вас, идиоты! Да, мы должны быть свободны от всех ограничений. Спасибо, учитель. Мы станем орудиями твоей могучей воли. Это что у нас, какой-то местный мистер Хаус? Или как? Стань разумом. Сейчас ты у нас станешь трупом в одном из этих контейнеров. Привет. Ты искатель высших планов, полагаю. Что привело тебя сюда? Меня привлекла твоя бесконечная мудрость. Я просто хочу встретиться с главой племени. Возможно, я и заправляю земными делами. Но я не могу претендовать на истинную мудрость. Я получаю приказы от высшего учителя. Будь это пути к исследованию высших планов или решения об уничтожении вредоносного гуля, вся мудрость исходит от наставника. Могу я встретиться с гуру? Исключительно редко другим позволено говорить с гуру. Многие слишком глупы, чтобы понять великую истину высшего разума. Но я чувствую в тебе огромный потенциал. Возможно, тебе присуще все, что нужно, чтобы принять его учение и его мудрость. Он является здесь, на высоком уступе в этом гроте. Отыщи его, и истина откроется тебе. Блин, этот ваш высший разум, знаешь, на чем я его вертел? Так, зачем мы напали на особняк? Насилие не доставляет нам радости. Мы всего лишь хотели избавиться от гуля. Его присутствие оскорбляет астрального проводника нашего гуру. Но я не могу сказать наверняка, чем обитатель особняка навлек на себя такое разрушение. Если хочешь понять, спроси у наставника. Ну давай, я поговорю с ним. Так, я пойду поговорю с наставником прямо сейчас. Да, поговори с ним. А я встречусь со своим племенем. У нас столько работы. Вот кипилы. Так, голографическая проекция. Это какой-то мозг. Замечательно. Так вот, кто тут все разнюхивал. Видок не очень. Но ты хоть не пускаешь слюни. Это меня устраивает. Что ж, возможно, от тебя будет больше пользы, чем от этого напыщенного спиритуалиста и его племени идиотов. Что ты вообще такой? Это всего лишь голографическая проекция. Причем довольно неуклюжая. Но это все, что мне под силу в данный момент. Что же до меня ты видишь перед собой один из величайших умов Америки. Сохраненный чудом науки. Куда изящнее, чем вечно плестись на гниющих ногах. Не правда ли? Слушай, ты чудо науки. Чего ты вообще хочешь? Больше пользы. Зачем ты используешь это племя? А их же просто идиоты. Сейчас от них нет вообще никакого проку. Но у меня не очень богатый выбор. Они не способны убрать одного единственного гуля. Что ты против него имеешь? Больше чем может поместиться в твой мягкий розовый мозг. Но единственное, что сейчас имеет значение, это устройство, которым он владеет. У него есть глушилка, которая ограничивает сферу моего влияния пределами этой жалкой пещеры. Ликвидирую ее, и тогда я смогу многократно расширить свой охват. Неплохо было бы также убить самого Десменда. Но к этому мы сможем вернуться позднее. Так, зачем же он хочет убить этого гуля? В общем-то у гуля есть еще какая-то глушилка. Что ты знаешь о Десмоде? Десмод, этот мешок костей и желчи дорого заплатят за свои грехи. Если бы не он, у меня бы все еще было тело. Впрочем, без него я стал еще проницательнее. Так что, может, Десмоду стоит сказать спасибо. В знак признательности я подарю ему быструю и кровавую смерть. Ха-ха-ха-ха-ха! Ладно, это ты приказал племени напасть. Но это, я думаю, не стоит спрашивать. Так, знаем, что это... Да-да, убирайся! Ну, пойдем, наверное, к Десмонду. Так, кстати, что там у нас по заданиям? Нам к Десмонду или нет? Да, именно к нему. Ну что же, пойдем, пойдем, сдадим квест. Так, быстрого прохода, кстати, отсюда нет. Я так и не посмотрел. Там вроде была какая-то лестница. Давайте хорошенько это все дело осмотрим. Так. Блин, это мне показалось. Мне показалось, что тут была лестница. Ну да ладно. Обойдем, если уж так не удается. Здесь, я так понимаю, вообще было какое-то кладбище. Так. Блин, все-таки есть лестница. Куда ты там полез? В общем, я так понимаю, здесь было кладбище. И, наверное, эти все контейнеры, так называемые, свалились. Стань разумом! Кстати, куда меня это выведет? О, это... Это же колодец! Да. Я его уже замечал здесь в прошлой серии. Ладно, бежим к Десмонду. Посмотрим, как он на это все дело отреагирует. Расскажу, что я говорил с мозгом. Так. Вот и особняк. Так, Десмонд. Причина всех твоих страданий, это обычный мозг. Не знаю, как ты на это отреагируешь. Я так и знал. Я знал, что за этим стоит этот паршивец. Столько лет прошло, он наконец-то поднял свою уродливую голову. Так я ее же и срублю. Это я в переносном смысле, конечно. То есть ты знаешь, что это за мозг? Так что это за штука, этот мозг? Он? Я должен был догадаться. Мой старый соперник. Так близко к его семейному поместью. Только он мог так сглупить. Когда-то он был человеком. Его звали профессор Келверт. Келвертам принадлежала половина Мэрилэнда. Когда еще вообще был Мэрилэнд? Келверты имели влияние во всем мире. Они практически купили правительство США. В лучшие дни не менее трех Келвертов были сенаторами. Семеро конгрессменами и двое губернаторами. У них был даже популярный кандидат в президенты, пока громкий скандал с собакой не вынудил его сойти с дистанции. Этим своим достижением я особенно горжусь. То есть это какие-то политики, да? Эх, ненавижу политиков. Еще и когда они собак пердолят. Ладно, в общем. Ты... так ты его знаешь? Что тут происходит? Келверт мой старый соперник. Веками мы играли в эту игру. Я знал, что ему хватит глупости спрятаться близко к родовому гнезду. Это не вопрос ненависти. Это судьба. Он мой враг. А я не потерплю ни одного ублюдка, который мешает мне жить. Я знал, что он здесь. Я найду его. Я брушу молот справедливости на его вшивую башку. Образно говоря, конечно. Насчет башки. Это мы уже поняли. Теперь у тебя для меня другая задача, верно? Конечно. Я, черт возьми, хочу, чтобы ты сделал еще кое-что. Ты же не думаешь, что я сам буду топтаться в этой трясине? Давай. Надеюсь, все это окупится. Я бы не против получить. Немножко крышечек за это. Все самое лучшее для тех, кому я благоволю. А теперь кончай скулить и слушай. Что тебе от меня нужно? Итак, эти полудурки получают сообщение от профессора, верно? Значит, он где-то рядом, чтобы передавать свои сообщения. Но без этих мерзавцев он мало на что способен сам. Значит, мы лишим его возможности командовать ими. И ему придется поднапрячься. Может, тогда я найду этого вертлявого слизняка и прикончу его. И какой вот твой план? Если я знаю профессора Келверта, а я его знаю, он использует высокочастотный синусоидный когнитивный передатчик. У меня есть как раз то, что нужно, чтобы заглушить его маленькую болталку. Тебе всего лишь надо доставить его на самую высокую точку берега и установить там. Просто, правда? Ну, вроде не сложно. То здоровенное колесо у причала, да? Верно. Прикрепи его к нижней кабинке. Включи колесо и подними глушилку к небу. Вот и все дела. Я послежу отсюда и включу устройство. Так мы увидим, где засел наш маленький профессор. А теперь марш! Ну, понятно. В общем, давайте, наверное, это будем заканчивать. Я так понял, можно принять одну из сторон. То ли за мозг, то ли за Гуля. И я, наверное, выберу Гуля, а то он мне как-то более симпатизирует. Этот мозг вообще какая-то хрень непонятная. Так что в следующей серии пойдем устанавливать эту глушилку. Посмотрим, что из этого получится. А на этом я с вами прощаюсь. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Андрикс. И мы еще обязательно очень скоро увидимся. Играйте Fallout New Vegas, любите уточек. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok